Это знаменательный для нас день, и он свидетельствует о том, что вы, хотя и весьма загружены тяжелым первосвятительским послушанием, нашли время, уделили внимание для нас, для нас это очень ценно. Это свидетельствует о вашей любви к нам, грешным, и мы в этот день надеемся, уповаем на ваши святые молитвы, что все, что делается во святой обители за ваше благословение, все будет во славу Божию, во спасение, и братья, живущие здесь, и всех тех, которые посещают во святые святые обители, желаю вам, дорогой святейший Бог, многого лета. Спасибо, Господи, за знаменательство. Благодарю вас. Спасибо, Господи. О, преподобнее, богоноснее, отче наш Агроси! Ты поработайте, Господи, вежелаясь, где вселился Иси, и неленностно во труде, в деньях, молитвах и постях подвязался Иси, и был Иси наставник монашествующим, всем же людям учитель ревностный. Ныне уба по отшествии Твоем от земных небесному Царю предстоя, моли благость Его, ежу, щедрите место селения Твоего, святую обитель сию, и ежа духом любви Твоей, я неотступно пребываеши, и всем людям с верою, праце мощей Твоих преподающим во благая прошение их исполните. И спроси у милостивого Господа нашего, да не спостает нам обилие земных благ, паче же я же на пользу душ наших. Песня «Умажаем, уважаем тебя, преподобнее, дочери наше, просьте есть, Песня «Умажаем, уважаем тебя, преподобнее, дочери наше, просьте есть, А вот это розовое прямо здание. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый Отец-Наместник, дорогие братья, с большой радостью я вошел под сень этого храма, на место святое, прославленное подвигами оптинских старцев, особым образом запечатленное в нашей церковной и гражданской истории. За те годы, что обитель открыта, здесь сделано очень много. К сожалению, из-за несения многотрудного послушания еще бытность свою митрополитом смоленским, никогда не имел возможности посетить эту обитель, хотя постоянно об этом мечтал и сердцем устремлялся сюда. Радуюсь, что Господь сегодня осуществил мое давнишнее желание и, по крайней мере, дал мне возможность помолиться перед гробницей святаго преподобного старца Амросия Оптинского и вступить на эту землю. Буду просить Господа, чтобы дал мне сил и возможность во благовремени приехать к вам, для того, чтобы здесь помолиться вместе с вами, совершить божественную литургию и большее время провести в обители. В этом месте, в Оптиной пустыне, как-то особенно задаешься вопросом о предназначении монашеского, о смысле монашеского служения. К сожалению, может быть, годы безбожия повлияли на наш народ таким образом, что даже приходя к Богу, а нередко даже и имея желание вступить в обитель и дать обеты, до конца не понимаем, ради чего, во имя чего и каким образом нужно жить, чтобы спасаться в иноческом образе. Вам в какой-то степени очень повезло, потому что история Оптиной пустыни и его ее летопись, повествование о подвигах старцев является достаточно сильным и ясным указанием того, как нужно жить, чтобы спасаться в иноческом звании. Замечательно то, что оптинские старцы были полностью отданы Господу, жили глубокой духовной внутренней жизнью, молитвенной жизнью, проходили через подвиг иноческой аскезы и одновременно, будучи аскетами и подвижниками, и живя в обители, несли свет миру. Удивительно, что в XIX веке, когда постепенно возревавшие семена безбожия на Руси стали приносить свои реальные плоды, когда мыслящие люди России, элита, государственная, творческая, практически отошли от Бога, именно в это время не через Слово человеческой мудрости, а силой Святаго Духа, явленного через обитель сию, многие из соблазнившихся и отступивших от Бога под влиянием мудрости человеческой силой Божественной вернулись в Церковь. Насколько было сильным повреждение сознания наших людей, свидетельствует один только пример. Когда император Александр I пригласил к себе князя Голицына, чтобы назначить его обер-прокурором Святейшего Правительствующего Синода, то есть человеком, от которого зависела, как теперь бы сказали, кадровая политика Церкви, поставление архиереев, назначение настоятелей, ректоров семинарий. И когда государь предложил князю занять этот пост, тот с легкой улыбкой сказал, «Ну, Ваше Величество, какой же я обер-прокурор, когда я даже в Бога не верю?» И это не остановило царя принять решение о назначении Голицына обер-прокурором Святейшего Синода. И вот в то самое время, когда стало происходить и развиваться это национальное богоотступничество, когда не только Голицын, а очень многие оказались подвержены не просто безбожию, а в его самом опасном антицерковном изводе, вот тогда тихим голосом заговорила Оптина. Не мудростью человеческой, мудростью божественной. Убеждать людей принять Бога просто силой человеческой логики невозможно. потому что обращение к Богу есть глубокий внутренний духовный акт. Отец Венедикт, цитируя Слово Божие, сказал о возрождении свыше. Принятие Бога в сердце это и есть рождение свыше. И рождение свыше не происходит, потому что кто-то кого-то в чем-то убедил. А только тогда, когда Дух Святой соприкасается с сознанием и с сердцем человека. Святой Старец Амбросий и другие оптинские старцы это, наверное, не столько понимали, хотя и понимали умом, но более всего переживали реально в своем жизненном опыте. Этот пример для всех нас очень значим. Сегодня вопрос о сохранении веры это не академический вопрос. Страна наша прошла тяжелыми путями безбожия. И многие, многие люди, которые соблазнились, их дети и внуки сегодня обращают свой взор к церкви. Настало время, когда мы должны отвечать людям на их вопросы не только силой слова, хотя и это требуется для современного человека, но силой своего духа. Вот я и хотел бы пожелать всем вам духовно возрастать. А это возрастание происходит через молитву искреннюю, сердечную, не так, как мы иногда правила читаем, тяжело, устал, но вроде как полагается отбубнил, лег, перекрестился. Молитва должна стать нашим внутренним созерцанием. И не всегда просто молитва обычная, к которой мы привыкли, а размышления при лицом Божьем, исповедание своих грехов, когда мы просто открываем сердце навстречу Богу, когда мы просим Его простить наши грехи, когда мы исповедуем перед Ним свои беззакония, когда мы проникаемся чувством смирения, своего несовершенства, своей слабости. Вот тогда Господь нам и открывается. Господь не открывается людям гордым, надменным, которые особенно кичат со своим благочестием, чистотой веры, а в сердце не имеют любви. Ведь точно так же поступали фарисеи, которые были благочестивыми людьми, все исполняли, все предписания, все правила читали, переводя на наш язык, все каноны и все молитвы. Делали все, что требовалось, а Господь их осудил страшными словами. И недаром они стали противниками Бога и распинателями Сына Божьего. Поэтому в смирении стяжите души ваши, чтобы никогда никакого духовной надменности, высокомерия, сознания своей непременной правоты, гордыни не возникало в сердце. Как у старца Амбросия, который тихим голосом говорил, который всегда исповедовал свое несовершенство, являясь совершеннейшим образцом святости и монашеской жизни. Я очень верю в вашу помощь, братья, в том великом деле, который сегодня совершает наша Церковь, в воздуховном возрождении нашего народа. И прошу вас соучаствовать в этом деле своей молитвой, своим духовным подвигом, своими словами, обращенными к людям. Всех с любовью принимайте, ни на кого не возлагайте бремена неудобно носимые, любовью согревайте человеческие сердца. И тогда ваше слово и ваша монашеская жизнь, и подвиг ваш, совершаемый в этой обители, многократно отзовется в жизни людей. дай Бог, чтобы Оптина пустынь, сыгравшая такую огромную по своему значению духовную роль в жизни нашего народа и нашей церкви в прошлом и в нынешние времена, была достойна своих отцов и учителей. Я хотел бы на память о нашей встрече преподневести вам образ Спасителя с тем, чтобы, молясь перед Ним, вы вспоминали и Патриарха, вспоминали слова, которые я сейчас только что произнес, слова, призывающие вас к общему и великому деланию по возрождению православия в земле русской. Храни вас всех, Господь. Также в память хотел бы подарить и вот эту это художественное изображение Троицы Сергиевой Лавры нашего общецерковного духовного центра. Храни вас спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...